Совсем недавно я задался вопросом, как создать идеальное аниме. Я изучил сотни и сотни статей, прочитал целый учебник географии, изучил вопрос со всех сторон и готов создать аниме, которое понравится абсолютно всем. И создам его я, вместе с тобой. Охайо, меня зовут Ульдан, а мы начинаем! Начнем вообще с самого простого. Все знают, что аниме начинается с создания названия. И чем оно длиннее и содержит больше сюжетных поворотов, тем лучше. Я выбрал название аниме, где главный герой в финале умирает, а потом он воскресает благодаря силе духа и главной вафии, на которой он потом женится. Я думаю, название отличное. Название придумали, дальше идет идея. Это то место, где нужно взять весь фан-сервис кучу, подать о рождении и последней цифре номера телефона, выбрать какой будет жанр у аниме, какой будет ГГ, какая у него будет тянка и какой у нее будет размер груди. Очень важный параметр. Но думаю, знатоки уже заметили, что здесь есть какой-то подвох. Правильно, не хватает места действия! Для этого обратимся к гороскопу. Ну что ж, значит наш ГГ будет типичный работник офиса, который нифига не делает. Теперь придумаем все связи ГГ с миром. Найдем точку А, проведем прямую к точке Б. В принципе, мы уже сделали 90% всего, что нам нужно сделать. Чтобы сюжет был более запутанным и сложным, и зритель долго гадал, что тут происходит и почему это так, мы рисуем выше или ниже, кому как удобнее, параллельную прямую. Я люблю ее называть, мне параллельно до вашего сюжета рисую линии, где хочу. Но, все же нужно сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Сойдет. Так, с геометрией сюжета закончили, теперь к буквам. Чтобы все было логично и лаконично, нужен ранее упомянутый фан-сервис. И раз мы делаем идеальное аниме, то нужно угодить всем. Начнем с самого простого. Нужно, чтобы ГГ попал в Исикай. Нет-нет, это не банальный ход, ибо он попадет не в простой Исикай. В фантастическом мире его собьет лошадь, а потом накажется работником в офисе. А? Как вам? Дальше ему нужно встретить Трапа. Двух девушек-лесбиянок, обязательно делаем отсылку к Джорджу, еще не забываем о силе ГГ. Он ведь не просто рабочий, он ведь разнорабочий! Так, мне кажется, или как-то не очень получается. Согласен, в этом мире не хватает Лоли. Важно, чтобы это была сестра. Намеки на инсест... Кхм-кхм. Полдела позади. Гарем собран, и теперь нам нужна цель ГГ. Понятно, что его основная цель – работать на работе, очень оригинальная и классная, но не хватает изюминки. Допустим, на мир напал демон с преисподней, а еще лучше, чтобы этот демон выглядел как сасная тянка, которая сразу прыгнет в грем. Хмм... Не хватает все-таки мужских персонажей. С неба пойдет метеорит, в котором окажется еще один Трап Инопланетянин, и будет битва двух Трапов, в которой решится, кто будет больше Трап. Скелет сюжета почти готов, теперь нужны отсылки. Засунем облака Макота Синкайя и кусты Хаяо Миядзаки. Еще обязательно нужны узнаваемые места. Так, начало сюжета мы придумали, движуху сюжета тоже, теперь нужно как-то раскрыть всех этих персонажей, иначе опять скажут, что аниме проходняк. Все очень просто. Просим кое-каких ребят пустить персонажей по правилу 34, и предыстория со всем внутренним миром персонажей раскрыты. Идем дальше. Нам нужно как-то закончить наше аниме, и в идеале нагнать много пафоса, эпика, а еще переиграть все в комедию, драму и вообще закончить на отсылке. Если вдруг возникнут вопросы у зрителя, то отобьем их финальной фразы на черном фоне белыми буквами. Жили они долго и счастливо. А внизу? На все то божий промысел. Неплохо. Почти все готово, осталось только несколько моментов. Чтобы наше аниме из набора букв превратилось в аниме, нужно его нарисовать. Я изучил все сайты с разными художниками и аниматорами, и решил, что я и сам себе неплохой художник. Как-никак, ИЗО в школе сдал на 5. Да-да, я вам не какой-то там натюрморт. В общем, делаем форму лица. Прекрасно. В целом, если вы тоже сдали ИЗО на 5, то думаю, вы нарисуете аниме без всех там миллионов долларов, и сразу можно ехать в кинотеатр и бить рекорды этого вашего Хаяо Миядзаки, а потом он будет приезжать и жать руку вашей маме, что она родила такое прекрасное чудо. Кхм, опять ушли от темы. Рисовка. В целом, я уже все нарисовал. Видите, персонаж получился вполне детализированным, фон уже готов, и осталось только все закрасить. Ну все, за пару минут мы сделали 50% аниме. Хочу сказать... Нам же нужно, чтобы наши персонажи говорили классно и круто. А как вы знаете, я сдал на права. Поэтому я могу съездить до ближайшей студии, где и запишу озвучку. Ведь твой голос самый лучший. Поэтому лучше все делать самому, без вот этих вот ваших пафосных актеров. Сами лучше сделаем. Ну и мемные аниме-фразы возьмем из инета. Опенинг должен запомниться всем, чтобы эта мелодия прошла сквозь века. Поэтому просто берем опенинг токийского гуля. Только чтобы не получить страйк, лучше исполним его сами. Теперь эндинг. Тут все куда сложнее. Закрывающая песня должна быть, чтобы прям до глубины дыши, чтобы слушал и... Нужно все собрать в кучу, положить в тарелку, накрыть крышкой, тщательно сболтать, а потом кинуть в монитор. Готово! Фух, мы закончили, теперь пришло время посмотреть на наш результат. Это какой-то очередной шедевр. Ну я прям плакал, я такого еще никогда в жизни не видел. Ну что-то прикольно как-то. Ну что ж, вот мы и сделали легендарное аниме, которое зайдет всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рекомендуйте это видео своим друзьям. Вам не сложно, а мне приятно. Всем удачи и до новых встреч, друзья.